окей мы начинаем наш очередной семинар и сегодня у нас докладчик дмитрий столяров пожалуйста спасибо большое александр ильич и за возможность выступить спасибо всем что виртуально пришли ну вот у меня слайды по-английски говорить я буду по-русски и на самом деле немножко эксперимента что я первый раз попробую жизни рассказывать доказательства по слайдам может быть будет неудачный но посмотрим давайте я сначала расскажу ну надо с чего-то начать и я хочу чуть-чуть сказать сначала какие-то вещи которые скорее все всем известны но как бы как введение так как не переключать слайд секундочку ну вот так ну вот начнем давайте с классическими равенства хардилда соболева и она об операторе риса которые вот потенциал риса я вот так определяю ну наверное может там константы поменять но константы нам сегодня будут не важны то есть в качестве потенциала риса я ну как всегда мы рассматриваем мультипликатор фурье символом модуль кси в степени минус а сейчас только видимо так у вас пространство нет это все в пространстве про область да мы вот сегодня все все в пространстве это такая тематика где про область известно довольно мало то есть вопросы сложные уже в всем пространстве ну сложные не сложные но человечество не очень успешно с ними будет ну вот модуль кси у нас что проект можно оператор сказать то что он инвариантно относительно вращений его символ но это здесь случайный элемент в тематике который сегодня будет обсуждаться а что важно что он однороден порядка минус а вот используя два этих факта можно написать такую формулу что это сверточный оператор что в общем то неудивительно если это был мультипликатор фурье но он его ядро будет тоже инвариантно относительно вращения и однородно однородно порядка альфа минус ты но константу c до альфа можно явно вычислить наверное там гамма функций появляются но это трудно и в избежание недоразумения я ее решил не выписывать зависит от нормировки преобразования фурье наверное лучше не надо хорошо но конечно же когда аналитик да я как и в прошлый раз я докладывал год назад прошу прощения что матфизики здесь особо не будет и даже уравнений не будет но так как александр лишь дал добро то я считаю что эти вопросы снят вот основ когда аналитик видит оператор линейный первый его вопрос это в каком смысле этот оператор непрерывный ответ на этот вопрос дается неравенством хардер и тулу до соболева в простейших ситуациях когда у нас пространство альфе вот оказывается что этот потенциал риса непрерывно отображает альпе в альку тогда и только тогда а мой курсор видно скажите да вполне вот когда видно выполнено вот это условия однородности или размерности чуть позже поясню почему я вот так называю а также по и ку лежат в рефлексивном интервале то есть они не принимают значение уходу ну хардер и тулу были раньше соболева видимо там не какой-то кучи был одномерный что значит я не могу сказать что я хорошо знаю историю хотя это статус соболева я читал значит у них действительно одномерном случае с неравистом харди и это в общем-то похожая вещь но александр и лишь может лучше прокомментирует значит харди и литл вот как это именно одномерный случай а соболев многомерный да при этом потенциал именно вот это вот оборожение введено рисом то есть он как бы соболев знал и то и другое вот но у соболева она немножко по-другому сформулирована там по-моему не такой потенциал а тот который придет из когда вы доказать теорем вложение соболева то есть там еще преобразование риса накручены но ну в общем короче говоря вот это всегда называется неравенством харди нет резонно да хорошо ну конечно тут есть сразу вопрос а как поправить это неравенство чтобы она стала верным при п равном единице этот вопрос он ну такой не четко поставленный поэтому тут могут быть разные ответы я скажу наиболее каком распространенном ответе а потом буду говорить о вот некоторым специальным который тоже любопыт давайте немножко больше посмотрю на неравенство харди и литл до соболева здесь да вот как задавали вопрос очень важно что он все пространство потому что мы очень пользуемся инвариантностью относительно двигов растяжения вот я переписал это неравенство до который просто говорит что оператор да но вот тильдочка это значит там есть какая-то константа и сегодня мы не о росте не о точности констант говорить не будем какая то есть константа c которая главное что не зависит от функции конечно же она может зависеть от альфы или размерность ну это мне даже неизвестно что про это неравенство ясно что она инвариантно относительно сдвигать если мы функция вздвинем то для сдвинутой функции неравенство по смыслу будет то же самое да тогда и альпы тоже сдвинется альпы или эльку норма она все равно что этот функции ряд что чуть более хитро что неравенство инварианты относительно растяжения вот давайте мы функцию f заменим на f от лямбда x f от x на f от лямбда x тогда правая часть у нас умножится на лямбда в степени минус d делить на p а вот левая она тоже умножится на некоторую степень лямбда это связано с тем то что оператор и альфа он тоже коммутирует с растяжением там особого образца и если неравенство верное то есть две степени лямбды должны быть одинаковые иначе можно лямбды в степени к нулю или к бесконечности сразу будет ясно что неравенство не верно вот отсюда то и получается это условие размер что одна поэты минус 1 кута равна альфа да потому что и иначе если это не выполнено никаких шансов верным быть нет ну вот что не очевидно это то что если это условия однородности выполнено то неравенство но я говорил что меня мне любопытен случай p равно 1 давайте в конце этого слайда скажу почему ну вот я написал какое бы неравенство должно было получиться посчитал показатель q по единичке это д длить на d минус альфа людям которые любят теорию вложения соболева конечно знакомый показатель и это неравенство неверно давайте кратенько объясню почему ну если у вас есть неравенство там линейное какое-то на пространстве или 1 надо смотреть на крайние точки единичного шага вот посмотрели мы ну конечно тут в ряде не очень понятно что за крайние точки а мы посмотрим в мир да 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 но тоже вот и поэтому q равна д делить на д минус альфа и ну тут конечно у нас или один но для таких неравенств которые вот линейный вариант относительно сдвигов и образов рефлексивного пространства и все равно подставлять или один или меры зарядку да ну вот давайте мы поставим дельтамер внули и что ну конечно оператор рис он сверточный он просто выдаст нам ядро и это ядро не попадает в д д д д минус альфа там как раз будет степень минус д интегрируется давайте я пару слов скажу почему мне случае или один больше кажется кажется важным наверное специалистов по уравнению может быть не столь это важно потому что у вас обычно люди работают с функциями а вот если мы думаем о геометрической теории меры где конечно потенциал риса тоже очень важно измеряет размерность множеств и там мер то конечно хочется это в это неравенство поставить меру или заряд и тогда конечно или один так нет просто дело в том что в уравнениях этот случай менее важен ровно потому что там ничего не верно сейчас пойдем посмотрим сейчас ничего не верно там надо ставить какие-то другие уже нет сейчас тем не менее вот все поскольку все стандартные теоремы то обычно этот случай исключают сейчас давайте сейчас посмотрим что верно что не ну да вот вы сделаете что-нибудь верным тогда вот смотрите не я еще тут джентльмены 60 лет назад вот такой ну конечно еще значит виктор георгиевич меня учил в лекциях что есть вложение галлиарда ниренберга правда там она называлась неравенство соболева когда мы виктор георгиевич спросили почему не галлиарда ниренберга он сказал то что обычно галлиарда ниренберга соболева но на краткости галлиарда ниренберга вот ну конечно так в лекциях не пишут как я здесь написал а но что же тут написано вот в качестве же мы возьмем векторную функцию за значение в пространстве rd это чей-то градиент f какая-то пусть там гладкая приличная с компактным носителем а же ее градиент ну можно померить или один норму векторной функции как и окажется что здесь неравенство станет верным ну почему например потому что и 1g и 1 ну вот если чуть-чуть и 1 добавить преобразование риса которые сингулярные интегралы то можно превратить и 1g просто это будет наше классическое вложение w11 с точечкой pld делить на д минус это можно обычно да это аккуратно интегрирование в духе неравенства люмеса вытни который галлиарда ниренберг независимо придумали сейчас девятом году но и разные есть методы доказательства но вот этот такой самый наверное ясно можно например за периметрического неравенства вывести как упоминавшийся уже владимир гилич мазьянки но что важно что 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 мой моя здесь как бы я хочу сказать что вот смотрите у нас было неверное неравенство харделька вода соболева а мой на функцию же в правой части наложили некоторое ограничение то есть мы не ко всем функции применяем а только с тем которые какие-то градиенты и неравенство стало верным вот линейное такое условие наложили ну а ну какой то не очень понятно там с непрерывность в каком смысле но непрерывно вот если такое линейное условие наложить вот неравенство станет давайте пойдем дальше ну тут вот есть я уверен в этой ссылке в библиографическом плане но тут есть некоторые детали называется неравенством стейна вейса или стайн вайс и что здесь здесь у нас условия нуку у нас то же самое делить на d минус альфа который по однородности получается но f теперь из класса харди ну можно думать про аналитический класс харди что преобразовать значит тогда комплекснозначная функция у которой преобразование фурье верхнем ну в первом квад это не октант значит ну вот артант артант который продолжается до аналитический верхнюю полуплоску а можно это или стайн ну смысле который но я с ним был немножко даже он так мне один раз на доклад пришел он стайн его к сожалению не стало сколько там три года назад ну это такой отец да 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 но вот что либо можно аж один что она вещественно вещественный класс харди его немножко сложнее определить но тем не менее вот если такое сильное условие она в каком-то смысле сильнее чем галярда ниренберга то тогда но на самом деле другое то тогда вот неравенство харди литву до соболева становится значит конечно это неравенство еще двадцать седьмом году доказали харди литву но у них была функция напрямую q равно 2 и ряды фурье место преобразования давайте немножко перенесемся вперед уже не так давно дело было и вот тут теперь у нас же это опять векторная функция цели на и дно и мы при него просим то есть это векторное поле чтобы она стала цели на и дальней то есть дивергенция вектор на поле равна нулю вот тогда неравенство харди литву до соболева станет вверх это доказали бургейн и бризис ну примерно в 2004 году там они немножко раньше доказали это для замкнутых кривых ну вот когда у вас есть векторное поле вдоль замкнутой кривой а потом надо лишь воспользоваться теоремой смирнова о том что любое соленоидальное поле в те расклады ну там еще миронеску первые детали и это работа бургейна и бризиса она породила очень бурное развитие в плане того что люди пытались такого сорта неравенства доказывать на пространстве или один кстати станет тоже отметить вот но вот что эти три условия говорят они говорят что функция же правой части если это чей-то градиент если она лежит пространстве харди или дивергенция равна нулю что она не может быть дельтамеры да ну в каком-то смысле что если мы дельтамеры сюда подставим то мы знаем что не раз это будет не верно а если не раз это верно значит эти линейные условия три линейные чтобы запрещать сейчас правильно ли я понимаю что вы хотите в каком-то смысле ну вы или может я хотел сделать так чтобы вот только дельтамеры и 6 здесь только дельтамеры и мешает да сейчас я про это скажу значит ну а кстати в каком смысле ну надо просто формально с этим условием взять все меры подлежащие такому условию в смысле обобщенных и дельтамеры нельзя но например дивергенция даже ну как бы векторная дельтамера да если у нас поле то это дельтамера тензор на какой-то вектор но нетрудно видеть дивергенции не может можно следы нет сейчас чего они не помню в область это следы там это немножко другое это ну да это следы аналитических функций да да можно так ну значит давайте я должен отметить здесь теорему ваншафтингена которая в каком-то смысле подытоживает это развитие там было много работ довольно известных тематиков и даже весьма известных разнообразные работы но вот эта теорема ваншафтингена она мне кажется здесь ну как бы некоторым итогом и потом были работы но вот это как я не знаю как по-русски сказать но не то что креугольный камень вот значит что же он написал он написал линейные дифференциальные условия при которых вот не нравится хардельта вода соболева значит ну кто здесь а это некоторый дифференциальный оператор который однородный какой-то большой степени он конечно же векторный ну например дивергенция градиент ротор симметричный градиент или там какой-нибудь еще сложнее значит надо объяснить такой эллиптичный ну ну эллиптичный до лаплаз не вот сейчас объясню почему не подходит потому что лаплаз у равно f можно и в дельтамеру поставить как раз лаплаз то о чем александр религиевич говорил как раз самые такие приятные операторы не подходят но некоторые подходят и что здесь написано тогда и только тогда когда соответствую пространство мер то есть вот это меры с таким дифференциальным условием не содержит вектор значит конечно же это можно в терминах а переписать алгебраически но так как я не очень хочу вот здесь обозначение трудные вводить там ничего трудного конечно нету но к ним надо привыкать и давайте не будем просто я хочу сказать что теорему которым можно реально сейчас можно вопрос вот как это что значит лапу вот объясните почему лаплаз здесь не подходит я третье потому что надо чтобы вот такого во первых лаплаз не подходит потому что ну потому что лаплаз у равно f у вас f может быть обобщенной функции дельта мерой ну вот что такое сейчас что такое погодите значит смотрите куда лаплаз не подходит в качестве а да ну потому что сейчас в качестве а лаплаз не подходит потому что если мы туда подставим дельта меру лаплаз то будет не 0 вот и все извините что завис сейчас а то есть наоборот что оператор который обнуляет дельта мер это не вот не градиент для градиента там будет рота рот я понимаю нет на игрушку и просто это подвеска дело в том что фраза написанная не очень ясно какое пространство здесь для мир это тимир же к такое что от этой векторные меры равно вот как соленоидальные меры да вот и поэтому а те которые решают уравнение лаплаза так там ну если вы сюда хотите в карте уже поставить лаплаз f то тоже лаплаз f может быть дельтамер но можно минус первую степень взять это будет обобщенная функция но это не беда сейчас подождите нет опять не понимаю что вы говорите а вот если а это лаплаз значит дельта же равно нулю это тут дельтамеры вроде бы вообще не причем дельта же равно нулю просто не бывает функция не бывает из l1 дело не в том что l1 это вы в обобщенных функциях это неверно дельта равно нулю это оно не равно нулю в терминах символа этого оператора смысле обобщенных функций просто нужно чтобы интеграл этого символа был отличен от нуля так я понимаю если он существует потому что дельтамера соответствует единице ну там он векторный символ да то есть там еще вектор да конечно ну вот это я когда с этим векторными операторами вся проблема я хотел не об этом говорить может может быть просто вот вы тем не менее сказали а тут по-моему зависли все хорошо чуть-чуть отвисли тут как-то непонятно написано это пространство вот оно и не содержит дельтамеру потому что такое соответствующее пространство не равно нулю какое соответствующее пространство то такое как которое то что оператор от меры равен нулю так она не содержит дельтамеры он не равен нулю значит не содержит пространство не вот 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 это ты это ты все и зависли что но теперь вроде ничего да сейчас я все я все я понимаю что что Лаплас не подходит, потому что дельта же равно нулю, не бывает, там никакого L1 быть не может, поэтому и неравенство быть. Нет, не может быть. Вот, в это я могу поверить, но дельтамеры вроде бы здесь не при чем. Дельтамеры не при чем, конечно. Не просто написано. Почему я не понял? Надо было подробнее так думать. Сейчас, Дим. Нет, почему дельтамеры не при чем? Это вот критерий. Так хорошо, ну, критерий. А, но неравенство неверно. Тут сложная теорема. Именно то, что если дельтамеры, значит, если на дельтамере дельтамеры там нет, то есть неравенство. В обратную сторону это обычно тривиально, потому что надо подставить дельтамеры. Дельтамеры не гармоническая функция. Ну, хорошо, да, можно. Нет, хорошо, давайте мы пойдем дальше, но это место у вас написано как-то очень невнятно. Невнятно, ну, хорошо. Хорошо, давайте пойдем дальше. Тут на самом деле был некоторый... Ну, давайте, это я особо не буду. Был спортивный интерес вот в классическом неравенстве... Что? Нет, нет, это... В классическом неравенстве Галлиарда Неренберга можно здесь подставить пространство Лоренца. И D делить на D минус 1, а D делить на D минус 1, 1. Это доказал Алвина, ну, и передоказывали много раз. Был спортивный интерес, можно ли здесь... Вот итальянцы, мы сейчас лонимся, потому что не вводите, пожалуйста. Сейчас, подожди, Юр, стоп. Значит, давайте-ка... Можно это место еще раз. Как... В каких неравенствах обычно можно ставить... Ну, вот, если вы W1, 1 вкладываете в LD делить на D минус 1, можно вложить в LD делить на D минус 1, запятая 1. Ну, да. А не бесконечность. Нет, бесконечность слабее. Это просто оценка на ядро. А вот можно в LD делить на D минус 1, запятая 1, и это некоторый вот... Ну, это существенно сложнее. Вот. А для таких более общих неравенств, это было неизвестно. Вы зашли? Так, да. Вот. Хорошо. И я хочу сказать, что на самом деле эта теорема, она и... Во-первых, можно до единички дожать до этой, а во-вторых, тут дифференциальные операторы вообще ни при чем. Давайте сейчас я попробую. Вот, может быть, моя теорема будет... Я понятнее написал. Вот если у вас есть W, это замктое линейное подпространство общенных функций. Ну, двойственного класса Шварц. И оно инвариантно относительно сдвигов и растяжений, а параметр α лежит между нулем и D. Тогда вот неравенство Харди Литлвуда Соболева верно с этим условием, что F лежит в W. Значит, ну, понятно, F должна быть не просто общенная функция, а правая часть. Такой W вы не сказали, я честно. Почему? Оно, вот любое. Вот любое. Не, ну, написано, Юра. Что это? Просто замкнутое подпространство угольного класса Шварца, которое неравенство относительно сдвигов и растяжений. Хорошо. Тогда вот неравенство верно, тогда и только тогда, когда в этот пространство ДПЛВ не попало Дельта Н. Например, это можно задавать дифференциальными операторами, можно взять класс Харди, можно что-то еще. Вот. Ну, это я так похвастаться, это и к Мазье не имеет отношения. Вот. А в 2010 году Владимир Гиллевич предложил другое исправление неравенства Харди Литлвуда Соболева, которое, ну, вот в случае P равно единице, которое позволяет подставлять Дельтамир. Вот в прошлом все нельзя было Дельтамиры доставлять, а в этом можно. Но, конечно, если мы что-то приобрели, значит, мы что-то потеряли. И мы потеряли линейность. Давайте я сейчас эту его гипотезу напишу, но она довольно громоздкая. Вот мы хотим теперь в левой части, давайте сначала посмотрим на неравенство. Что у нас? В правой части стоит лаплосиан F. Это то, что раньше было запрещено. А в левой части стоит какое-то выражение фи от градиента F. Значит, градиент F – это что-то типа оператора РИС первого порядка, примененное к лаплосиану. LP норму, то есть LD делить на D минус 1 норму, померить нельзя, потому что это неверный неравенство. Там вот Дельтамир. Я предложил взять некоторую функцию фи, которая меряет векторы. Ну, что-то типа сингулярного, условия на сингулярный интеграл. Она вот, значит, имеет ту же степень однородности, чтобы неравенство было инвариантно относительно к модели. Но при этом вот она какая-то нелинейная. Значит, вот эти два условия, что F гладко… Сейчас, секундочку. И интеграл равен нулю, они не очень важны. Это условия, чтобы… Ну, как бы… Потому что неравенство нелинейное, здесь нельзя говорить, что докажем на гладких функциях, а потом перейдем к пределу. Это просто, чтобы… Ну, это они такие технические условия. Нет, ну, а вот все-таки… Подождите секундочку. Что C бесконечность с нуликом – это… Ну, можно C1. Техническая, но… А вот что среднее равно нулю – это… Сейчас будет ясно. Это, наверное, не очень техническая. Ой, а зачем я здесь написал? Здесь это не надо. Это глупость. А, здесь этого просто не надо? Это просто не надо. Это и там будет более общая гипотеза, где это надо. А здесь надо, что интеграл Лапласиана равен будет. Что… Ну, как скажешь, нелинейным потенциалом… Ну, ну… Сейчас, значит, секундочку. В каком-то смысле… В каком-то смысле, вот предыдущие результаты, они, ну, вот такие, что… То, к чему применяют оператор, оно вот к какому-то условию… Да. Вот типа, ну, не вхождение дельта-функции. А здесь к символу оператора применяется… Здесь, скорее, просто ЛП-норму заменили чем-то вот чуть-чуть более знакопеременным. Ну, так я говорю, то есть так, чтобы туда символ не влезало… А здесь к образу ограничения накладываем на образ. Какой-нибудь пример можно хотя бы… Сейчас примерчик будет. Ну, тут на самом деле красивых нету, есть некрасивых. Ну, давайте я закончу. Значит, вот гипотеза в том, что это неравенство, оно верно тогда и только тогда, когда вот такое интегральное условие. Верно, что интеграл φ от зета по единичной сфере равно нулю. Ну, это на самом деле… Сейчас скажу, откуда взялось. Пример будет, но он чуть попозже. Значит, давайте чуть-чуть обобщим эту гипотезу, чтобы доказывать. Так, потому что не очень удобно. Ну, вот смотрите, у нас в левой части был градиент, это правый лаплассиан, и связаны они вот этой формулой. То есть мы видим, что здесь… Ну, для фенитных функций, так, давай, для фенитных хорошо. Ну, хорошо, для фенитных, да. У нас же они там были ценой бесконечности, поэтому это верно. И мы хотим эту формулу заменить на что-то более общее. Ну, вот давайте у нас будет и некоторые ядро. Здесь y делить на модуль y в степени d, а мы хотим заменить к другим. Пусть он с Котильды, это липшицевая функция на сфере со значением в каком-то rl. Ну, и соорудим из нее ядро однородности альфа минус d, как у нас раньше было, помните? Просто по однородности. То есть это некий аналог этого… Это некий аналог, господи, кальдерона Зигмунда. Ну, в каком-то смысле, да. Только это дробный кальдерон Зигмунда. Да, совершенно… О, вот это как раз то, что я хотел сказать. Это уравнение дельты в степени альфа равно минус дельта. Ну, дельты альфа, там, конечно, степень… Надо тоже, опять же, в степени альфа смотреть, конечно. Ну, да. Это ровно дробный кальдерон Зигмунда. Более того, я бы на вашем месте это… Ну, вот когда вы об этом там где-то пишете, прямым текстом сказал. Ну, может быть. Это осмысленно. Я согласен, да. Я что-то об этом думал, но забыл. Это дробная степень альфа лапласа, конечно. Я сразу чувствую. Вот. Нет, тут векторные штучки. Векторность довольно важна. Сейчас, так что… Подождите. А век… Оно в РЛ действует. Так, а если… А если не в РЛ? А тоже есть интересные случаи, но их не так много. Я, кстати, этот пример не записал. Ну, давайте сейчас посмотрим, что там. Ну, неважно. Значит, но… Тем не менее… Да, это дробный кальдерон Зигмунда, где обычно для дробных операторов у нас вот такие сокращения. Ну, по крайней мере, у меня, как бы, казалось, что неважны условия сокращения ядра, а вот здесь важно. Так, ну, правильно, потому что он предельный и заразный. Ну, да, да. Вот. Значит, ПК обычно равен Д делить на Д минус альфа, а ФИ – это вот та функция, которую будет измерять. Она берет РЛ и положит на П однородно. Значит, что это значит? Значит, то, что ФИ от ТХ равно Т в степени П, ФИ от Х. Но ТЭП – не отрицательный. Да? То есть она не обязательно симметрична. Ну, это техническая, в принципе. Ну, вот. И у нас вопрос, когда вот такое неравенство верно. Берем какую-то функцию Ф, про которую мы будем предполагать, что интеграл 0, и она там в каком-то смысле гладкая, непрерывная. А насчет дел, там что известно? Л и Д, как они между собой? А, какие угодно. Ну, Л равно Д. Хоть оба по единице. Вот можно оба по единице. Может быть, Л равно Д. Может быть, вот главное. Может быть. Это хороший пример сейчас будет. Сейчас я до примера дойду. Могутные работные говорю, да. Понимаете, я все-таки, ну, как-то больше аналитик. И мне проще с абстрактным ядром, чем дифференциальным оператором. Или Л равно Д. Один, может быть. Может быть, один. Там есть интересный пример. Я его, к сожалению, не записал, и так, как у меня компьютер, но в статье есть. То есть я сейчас не смогу его нарисовать, потому что мы полчаса потратим, чтобы я мышка это нарисовал, но есть. Так, ну, давайте посмотрим на необходимую статью. Прошу прощения, давайте я щелкну назад. Вот мы такое неравенство занимаемся. Оно однородно, инвариантность сдвигов и растяжений. Функция фи какая-то. Нам хотим сейчас необходимые условия получить. Ну, конечно, мы поставим F равно дельта 0. Хотя вроде нам было запрещено, потому что гладкость. Ну, ничего. Давайте посмотрим, что получится. Ну, справа, понятно, конечно. Тогда у нас, как и в прошлый раз, действие F на ядро – это просто само ядро. И, пользуясь полярной заменой, мы получаем вот так. То есть можно интеграл по всему пространству расписать, как интеграл от нуля до бесконечности, и интеграл по сфере. И я воспользовался моей формулой однородности для ядра. И что же вышло? Ну, вот я воспользовался условием однородности. И у меня D здесь, вот это вот α-D, когда выносилось умноживаться на степень P. И превратилось в D. Ну, тут еще α-D, а не D-α. Поэтому, короче говоря, здесь будет ровно расходящийся интеграл. Что, собственно, неудивительно. И единственный способ, чтобы он сошелся, это чтобы вот это вот было нуля. Ну, я говорю, вот абсолютно типичный Кальдерон-Сигму. Да. Естественно, он в поле сингулярных интегралов. Ну, да. Ну, как? Оно так-то так, да не совсем так. Нет, сейчас. Оно ровно так, другое дело, что, как сказать, доказательство вашего результата. Нет, а тут смотри, что это все-таки, Александр Ильич, там тот, те интегралы не зависят от Lp, этот зависит от функции φ. Это все-таки немножко, ну, и то, а похоже, я согласен, да. Но не совсем то, не совсем то. Здесь, например, вот пары функций φ и К, они как-то друг другу соответствуют. Да, тут, смотрите, интеграл φ, ну, вот, 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 кстати, я условие-то не выщелкнул. Вот, вот такое вот условие, что φ от Катильда. Ну, я понял, что, может, доказательства не успеем, это как раз хорошо, там, технически начинается трудно. Дмитрий, это Мазья сам писал или с кем-то в Аптенске? Нет, это, это, сейчас, это Мазья, у Мазьи уже было, когда он? Это Мазья не писал. Не писал. Это мы сейчас, я обобщаю, чтобы удобно было доказывать. А, ну, хорошо. Значит, ну, тут еще плюс-минус стоит, потому что можно поставить минус дельтамеру. И это, в случае примера Мазьи, там, значит, φ была, там было ядро К симметрично. И поэтому это было одно и то же, а у нас оно не обязательно симметрично, поэтому это как бы два разных пустота. Ну, теорема. Ну, вот, если необходимое условие верное, то и теорема стоит. Ну, вот, тут длинно написано, но суть это. Здесь как раз надо, чтобы интеграл f был равен нулю. Значит, в гипотезе Мазьи там f это был лаплосиан g, и поэтому оно автоматически было выполнено. Ну, и вот условие сокращения то же самое. Вот. Ну, сейчас будем доказывать потихоньку. Ну, что-то там. Я там чуть-чуть скажу, как это доказывать, но без деталей. Так, давайте посмотрим пример. Давайте возьмем d равно 2, альфа равно 1, то есть мы как бы хотим один раз проинтегрировать. И k от z это самое простое от z, как в гипотезе Мазьи. То есть будет оператор, который лаплосиан превращает в градиент. А в качестве функции φ возьмем вот такое квадратичное выражение. То есть, ну, просто квадратичную форму. А мне важно, положительное определенное или не положительное. Не, не важно. Как раз не надо, чтобы было положительное определенное, а то неудачно будет. Для положительное не выполняется. Да, для положительное как раз. Ну, вот, то есть мы таким вот неравенством интересуемся. И оказывается, что оно верно. Тогда это... Сейчас f1. Это производное по первому аргументу. f2, по второму. Ну, а h где-то вот три коэффициента. И оказывается, что, смотрите, нам что надо посчитать? Интеграл функции φ по единичной сфере. Тогда интеграл кси1 в квадрате и кси2 в квадрате одинаковый. А интеграл кси1 в квадрате и кси2 из симметрии по одной из координат 0. Вот так. Сейчас, так а2,2 тогда у вас опечатка внизу. Во-первых, а2,2. А второе, я здесь квадрат забыл. Ну, квадрат, ладно, это все забывают. А2,2. Я прямо сейчас не могу поправить. Нет, хорошо. Понятно. Ну, да. Тут так, на самом деле, я пытался записать нормальное доказательство. Видимо, это было... Потому что и так не ясно. Ну, вот там, на самом деле, есть красивый пример в размерности 1, когда k от зета – это тоже зета, то есть такой фингулярный интеграл. Но он как бы меньше связан с уравнением частных производств. Значит, вот конкретно это неравенство, оно было известно еще Мазье. На самом деле, Мазье и Шапошникова доказали его в 2008 году. И оно доказывается просто аккуратным записью через преобразование Фурье. И можно точную константу вычислить. И, собственно, на основании этого неравенства, видимо, Владимир Геевич гипотезу и высказал. Вот. То есть кое-что здесь можно... Я написал ему письмо, между прочим, если... Что? Ну, когда хотя бы получится, напиши ему письмо. Нет, в смысле, мы с Владимиром Геевичем говорили, он даже прочитал половину доказательства. Русь, когда что не хочет, напишешь, там слово «Мартингал» участвует. Не хочет. Можно было не писать там, в общем-то. Ну, так, да. Ну, да, похвалил ему, по-моему, было приятно. Давайте я немножко поболтаю, собственно, как мы это будем доказывать. Ну, я недельку... Значит, ну, вот мне Владимир Геевич сказал это порешать. Я недельку порешал, классические методы, у меня ничего не получилось. Ну, и я подумал, что здесь, наверное, вот у той теоремы, которая... Вокруг которой мы долго... Непонятно было. У нее тоже доказательства, по сути, там... Ну, это был в этой области довольно большой вопрос. И как избавиться от дифференциальных условий, как пространство Лоренца сделать. И поэтому нужен был новый метод, и мы с моими коллегами Рами Аюшевым и Михаилом Ватчиховским придумали некоторый новый метод, что... Ну, это вот задача про Мартингал. Там, на самом деле, у Бургейна немножко про это было, но не очень явно. И, видимо, не очень понятно окружающим. Смир, я понимаю, Бурже или Бургейт? Там был какой-то математик Бурже или Бургейт? Нет, нет. Бургейн – это... Ну, другой. А, Бургейн, я думал, Бурже еще был. Нет, нет. Нет, нет, это Бургейн. Вот. Тут, на самом деле, есть некоторая очень важная, мне кажется, штуковина, которую я не могу никому объяснить. Ну, не знаю почему. Значит, вот известно то, что гармонически вот эти самые операторы Кельдерона Зигмунда, они хорошо моделируются мартингальными преобразованиями, то есть некоторыми операторами на мартингал. Здесь немножко сложнее. Здесь важны вот эти дифференциальные условия. И оказывается, что похожую штуку уже моделировали люди. Это Свонте Янсен в 77-м году. Значит, там не совсем мартингальные преобразования, поэтому, видимо, это как-то осталось незамеченным. Но вот, тем не менее, можно написать полный аналог этой задачки МАЗИ. Мартингальные преобразования, двух словах хотя бы. Значит, вот у вас, ну, давайте, как я и сказал, есть у вас операторы Кельдерона Зигмунда. Да, хорошо. То есть это такие штуковины, которые, грубо говоря, однородности минус размерность пространства, и на каждой частоте, ну, и более-менее на волновом пакет. Ну, как это, не волновой пакет, а как по-русски сказать. Ну, короче говоря, на разложении Литилвуда Пелли они примерно постоянно действуют. Ну, вот мартингальные преобразования, значит, надо заменить слова, вот кусок разложения Литилвуда Пелли или спектральный проектор на примерно одну и ту же частоту на слово мартингальная разность. И вот они преобразуют мартингальные разности примерно такими символами однородности степени. Я не буду вас напрягать, просто это ладно, я пропускаю. Это, понимаете, за две минуты не объяснишь, простите, пожалуйста. Я поэтому сказал, что я здесь поболтаю. Я хочу сказать просто, что вот здесь некоторый процесс случайный, вот он здесь написан, он будет, как это называется, супермартингалом. То есть он будет, грубо говоря, таким растущим процессом. Что здесь написано? Вот это φ от оператора, это примерно то, что у нас в левой части неравенство. То, что в правой стоит, это примерно наша L1 норма в степени p. Но кое-что надо добавить, чтобы ввести индукцию. И вот это кое-что, оно же здесь и выплюнится в реальном мире. Ну, как бы вот в этом и в клидовом. Но должны быть они большими константами. В общем, я хочу сказать то, что, ну вот, люди иногда воспринимают эту деятельность как написание очень большого количества неравенств. Вот я хочу сказать, что за неравенствами есть некоторый смысл, которым я, к сожалению, не до конца могу поделиться. Ну вот тут, да, функция mp. Тут возникает некоторая простенькая специальная функция, до которой догадаться просто решать задачи в клидовом пространстве было бы очень... А если написать... Ну, можно рассказать такие детали, которые мы... Давайте, сейчас вот все, все. Сейчас давайте простое начнем. Слить ничего не можем, правда. Да, давайте, вот смотрите, было у нас ядро. К от x. А я его разрежу на части. Это, наверное, понятнее. Ну вот смотрите, то есть я беру модуль x, когда у меня от 2 в минус n минус 1 до 2 в минус n. И это называю ядром к. К меньше, чем n, это вот такая частичная сумма. Ну что такое? Вот пусть у меня было моё ядро k, вот оно здесь нарисовано. Ну что такое kn? Вот я просто ставил два кусочка. От минус 2 до минус 1 и от 1 до 2. А k минус n это, ну, как бы просто срезка в окрестностях. Просто умножение там надо. Сейчас, в окрестности нуля это потому, что у вас функция f фининная. Да, функция с компактным носителем. Хорошо. Вот я хочу так разрезать моё ядро и аккуратненько следить за тем, как эти части друг на друга влияют, какие у них размеры. Значит, ну я давайте немножко поговорю о доказательстве, сколько у меня минут 20 осталось, наверное, да? А можно и чуть больше. Ну, если будет совсем непонятно и скучно, вы скажите. Хорошо. Я знаю, что вы стесняться не будете. Нет. Вот. Ну вот тогда что? Во-первых, ядро k это сумма этих частичек. А во-вторых, эти частички друг на друга похожи. Они переходят друг к другу растяжения. Ну, давайте посмотрим. Что дальше? Значит, во-первых, как используя инвариантность задачи, у нас половинарница относительно сдвига по растяжению, можно поместить носитель нашей функции в единичный шар. Это некоторое начальное такое условие компактности, относительно от которого можно стартаповать. Ну, давайте разобьем выражение, которое мы хотим оценивать вот так вот. Значит, вот слева написано то, что мы хотим оценить. И я просто разложил его в телескопическую сумму. То есть я вот начал с некоторого места. k меньше оборона нуля. Это, значит, ядро, которое обрезано на шаре радиуса, по-моему, то ли два, то ли один. А остальное просто написал телескопическую сумму. Ну, значит, так... Ну, 20 телескопической. Ну, потому что она как телескоп складывается, Йорк. А, ну, хорошо, да. Ну, смотрите, потому что вы начнете применять по очереди. Ну, хорошо вам, поможем. Да, неравенством треугольника она складывается в телескопическую сумму. Ну, конечно, ряд сойдется, потому что функция в гладинку так и помогала. Вот, первая лемма. Значит, то, что мы стартовали, безвредно. Ну, конечно. Это к гадалке не ходи, надо аккуратненько воспользоваться. Но вот здесь и важно условие, что интегралный. Без этого не верно. То есть надо аккуратненько, значит, написать эту свертку, воспользоваться условием, что средняя ноль. То есть вычесть, значит, здесь среднюю умножить там на это ядро К. Ну, и получить, что если бы вот средняя не была нулем, то эта функция убывала на бесконечности, как модуль X в степени альфа минус D. И она бы в пэт-степени как раз не сумела. Ну, то есть это как раз вот сейчас любопытно. И это несмотря на то, что К у вас нулевое. Значит, почему я сказал, что вот здесь важно, а, кстати, про фенеральность я не сказал, литературную штуку, ну, ладно, там потом. Значит, почему надо условить, что интеграл равен нулю? Иначе эта функция, вот фи от К от средней F, она на бесконечности просто не будет сумерен по либегу. То есть там в среднем интеграл будет сходиться, но вот этот интеграл просто не будет иметь смысла как интеграл либега. Любая регуляризация даст нуль. Но... А, ну да, то есть вот вы пишете это самое сумму, вы пишете фактически интеграл в смысле главного значения, а чтобы он был нормальным интегралом, вы требуете, чтобы F было... Да, чтобы F было такое. Ну, просто потому что в гипотезе Мазье F это чей-то вопрос. Да, я понимаю. И это для сути, как бы сути неменит. Короче, это лема несложное упражнение в духе, там, я не знаю. Значит, вот наша полезная функция, функция, которая ошибки будет оценивать. И я считаю, что F у меня между единицей и двойкой. Значит, в случае F больше двойки, он несколько другой. Там некоторые надо суммы по-другому складывать. Но у Мазье было F равно D делить на D минус 1, поэтому пусть F будет меньше. Ну, вот такая функция. Чем она выгодно отличается от своих коллег? Потому что вот если взять X на Y степень по минус 1 или X по минус 1 на Y, то эти функции не будут локально липчицами. Ну, смотрите, если X будет единица, а Y пойдет к нулю, то P меньше двойки, и тут такой будет носик. А вот там надо, чтобы была функция липчицова для некоторой индукции. А вот эта функция липчицова, смотрите, когда Y, если X равен динус 1. Это задача для третьего функции. Нет, для первого. Для первого, да? Нет, ну видно, что липчицова динус. Да, окей. Вот Лемма. Значит, вот напомню, мы разбили сумму в телескопические слагаемые, и оказывается, что каждое телескопическое слагаемое можно заменить на вот такую штуковину. Давайте посмотрим, чем штуковина справа лучше, чем штуковина слева. Первое слагаемое, как бы основное. Оно содержит не какую-то бешеную сумму до минус бесконечности, а просто 1-1 слагаемое. Вот это Kn плюс 1, это очень хорошо локализованный эдит. Наверное, это... Ну, я потом чуть скажу, что вот эта сумма по n таких штук значит. Ну, и еще некоторая ошибка. Но ошибка чем лучше? Ошибка, опять же, не содержит функцию φ. А во-вторых, что в этом деле надо следить? Зачем? Затем, чтобы это все, оба этих слагаемая, обнулялись на дельтамир. Ну, и действительно обнуляются. Это вот свойство функции m. Ну, могу, конечно, mp вынести за знак интеграла. Ну, ладно, спеши. Нет, это иначе не пойдет. А mp от всего этого, да? mp, да, это вот такая функция в точке. От всего этого, да. И я обращаю внимание, что здесь любое действие... Ну, почему задача мне была интересна? Потому что это примерно как вам надо пройти по болоту. Вот с чем эти неравенства вообще интересны? Ну, кроме того, что можно порадовать Владимира Гирьевича, но можно... Почему? Потому что нет никакого... Поздравим, хорошо. Что? Не-не. Ну, скоро у вас есть пять, поздравим. Ну, давай, все, понятно. Но потому что очень эти неравенства хрупкие. Вот как доказывать неравенства для линейных операторов, ну, пусть даже там с какими-то сложными пространствами, худое, бедное, чайство хоть что-то знает. А что делать с этим, действительно очень непонятно, и там чуть-чуть что-то не так напишешь, и все портится. То есть я так сейчас это постепенно рассказываю, но на самом деле то есть тут каждое неравенство, оно получается, ну, правильная формулировка, как бы, ну, довольно непросто. Шаг влево, шаг вправо, все. Давайте я попробую докладать, где мы, что там? Распел, да. Ну, шаг влево, шаг вправо, распел. Ну, да, да. Значит, давайте, как доказывается, лемма, ну, может быть, давайте пропустим, бог с ним. Ну, тут что, это аккуратное неравенство, вот надо аккуратненько расписать, и получится. Не, ну, это как, это действительно анализ первого курса в каком-то смысле, потому что вы здесь работаете с, фактически, просто с числовыми неравенствами. Ну, да, это анализ первого курса, но функцию надо воспользоваться однородностью функции φ. Ну, конечно, конечно. Значит, ну, вот осталась, давайте, это главная часть, и сейчас это литература, и вот вторая. То есть надо оценить первую сумму из леммы и вторую. Про первую сумму, есть некоторая философия за этим разбиением, вот если бы вы работали с Альпен-нормами, то вместо среднего φ, то слева была бы написана, ну, правда, без патт-степени, что-то типа нормы вот в таком пространстве Бесова. Ну, правда, по эту степень-то обрать не надо, но... Что там, Бесовское пространство уже возникает, да? Оно не возникает, это аналогия. Почему надо стремиться разбить сумму именно так, а не как иначе? Потому что для, вот, теория вложения, там, Соболева, Голиарда Неренберга, Соболева, Лея Технина из Бургейна-Брезиса, они верны и в чуть более сильных пространствах Чкале Бесова, наиболее сильных. Их там доказывать как бы проще. Ну, в каком-то смысле. Если пользоваться вот этими мартингальными... Ну, а второе на дне разницы доказать. Значит, какой план дальнейший, я попробую немножко объяснить и доказать теорему 1. Она в чем-то сложнее, потому что здесь функция эфир осталась. А теорему 2 я докажу в случае P равно 2. Теорему 1 на самом деле тоже, в случае P равно 2. они по-прежнему как бы эти доказательства, ну, такие не классические. Алло, алло, меня слышно? Да, вполне. Только не забудьте, потом какой-то пример нам приведите. А пример я приводил. Извините, но вот тут... Да, это такая вот спортивная деятельность скорее, потому что не очень понятно... Нет, Дим, я думаю, что это вопрос времени не очень большого, потому что неравенство вот типа Кальдерона-Зигмунда, они, ну, вот все-таки... То есть там-то был прямой заказ, конечно, от уравнений. Тут, видите, слева очень это вредное выражение. Ну, такое непонятно. Ну, посмотрим, может быть. Ну, вот смотрите, вот сейчас будет Лема, которая... меня до сих пор радует. Вот хотим мы оценивать такое выражение. И у нас К0. Я написал 0 вместо n, потому что тут все перетягивается в себя, поэтому достаточно... Мы хотим как-то получше оценить фи от К0 свертка с f. Что стоит справа? У меня стоит L1 норма функции f и некоторая штука, которая иногда лучше, чем L1 норма. Что я здесь делаю? Я взял умноженное на x минус c. Ну, казалось бы, эта функция растет на бесконечность. Но вот если носитель функции f диаметр его единичка, то справа стоит штука, которая лучше, чем L1 норма. Например, потому что она обнуляется на дельтамере. И это не так глупо, потому что оператор К0, он же локальный. Он, в общем-то, действует на расстоянии, может быть, корень из d, что-то такое. Поэтому логично пробовать его, подставлять в него только функции с локализованными носителями. А вось потом разобьется. Как доказывается лемма. Значит, вот будем пользоваться таким замечательным неравенством. Ну, неравенство тоже это локальное липчество плюс однородность. Давайте его перепишем и напишем цепочку неравенств. Ну, что же здесь произошло? И почему я хочу это показать? Потому что вот это ровно то место, где мы воспользуемся условием сокращения. Это как раз лево в духе Кальдерона Зигули. Значит, вот мы берем этот интеграл слева и вычитаем из него интеграл, который равен нулю. Вот этот интеграл φ от вот этого слонопотама – это 0. Почему? Что здесь стоит? К0 в некоторой точке y. y потом будет равен c тому, где достигается неравен. Интеграл f – это вообще число. Вот я взял и вычел нулевой интеграл. Значит, интеграл этого 0. Почему? Потому что интеграл, помните, была функция катинга. По каждой сфере будет равен нулю в центре точки y. Ну, и К0 – это такой вот отрезочек таких январь. Значит, 0. Сейчас, стоп. Вот это место я не понял совсем. Оно не ясно. f интеграл от f – это он 0 или не 0? Интеграл от f не 0 теперь. f – это будет кусочек функции. А, все, теперь понятно. Да, то есть тут именно пользуемся условием сокращения на К0. То есть это, смотрите, константа на К0 от x минус y, φ от этого и интеграл dx. Там когда 0 стоит перед ним, там уже не важно, что мы ем, по-моему. Нет, ну хорошо, тогда это действительно Кальдерон-Зигмунс. Да, ладно. Вот, ну дальше мы аккуратно пользуемся вот этим неравицем сверху. Записываем в таком виде, значит, переставляем интегралы, пользуемся тем, что К0 – функция ограниченной вариации. И вот тогда такое усреднение, ну как бы даст здесь модуль z минус y – это ровно то, чего мы хотим. Ну хорошо, это основная лема. Ну а теперь что мы делаем? Мы, ничтоже, сумняшися, разбиваем наше пространство на кубике радиуса 1 и пишем вот такую теорему. Значит, слева стоит то же самое, что и раньше, а справа стоит сумма по кубам вот этих вот локальных размеров. Тут есть некоторая техническая тонкость, что кубы при этом очень сильно раздуваются. Значит, как доказывается эта теорема примерно? Что здесь стоит? В правой части стоит. Ну, как я и говорил, надо применять предыдущую лему к функции f умножить на характеристическую функцию кубика q0g. Какое-то одноразбение там. Ну, это обычные кубы с целочисленными там сторонами все. Да, вот просто в каждой точке решетки взяли кубик со сторонами единицы, у которой это там левый, нижний угол. Очень параллельно к каждому максимуму. Конечно, конечно. Ну, написано integer cubes. Ну, как, я не знаю. Мне кажется, когда человек не объясняет, какие кубы, наверное, это они. Вот, хорошо. Ну, да, извините. Но тут в чем дело? Если мы просто так применим это к функции. Вот пусть f, f житое, это f умножить на характеристическую функцию этого кубика. Тогда слева k0, оно, конечно, ну, это такое очень близкое действие. Да, оно, это свертка с функцией, которую носили в там единичном шаре. Но все же они немножко друг за друга будут цепляться. А функция φ, она нелинейная. То есть там просто так, как вот ни раз в треугольник, и не напишешь. Чтобы их расцепить, приходится эти кубы там раздувать, как-то так хитрить. И поэтому здесь кубы раздуются. Это потом будет сложность доказательства, а я о ней не успею сказать. Надо будет... В глыбке там константы, конечно, не должна от d зависеть. Не должна зависеть от d. Нет, это почему? От d-то что? Она не должна зависеть от n. А d может зависеть. Почему? Может? Конечно. D-это размерность. Это размерность? А, я думал, что размер кубик у тебя... Подожди. От йот не должно зависеть, правильно? От йот не должно зависеть, от йот не зависеть. да вот и и от f не зависит ну вот ну и теперь я это еще растянул когда будем растягивать вот из этой второй нормы вывалится 2 степени ну это надо и посчитать вот ну и и что теперь теперь давайте докажем для случая p равно 2 прошу прощения назад сейчас скажу вот я сейчас вот это выражение справа 1 для p равно 2 что здесь будет а вот это станет просто l1 норма ну что давайте я потихонечку сейчас закончу доказательство этого там посмотрим вот вот я беру такое элементарное неравенство смотрите если мы здесь вот заменим x минус y на f от x интеграл по скажем по y нет по x здесь y заменим на c на котором единственно достигается меню на так и таким образом наша сумма по 2 в степени n и по всем кубам превращается вот в такую сумму потому что 3 где ты q ng на 3d q ng ну значит q ng это понятно вы берете такого к разложения ну как это называется ну не кратно может ну не временно частотное разложение когда короче говоря q ng а что такое n димитрий n это значит помните было время ну вот как бы мы сначала суммы по n локализовали а потом мы про то ну смотрите вот значит n это было вот у нас эти были к н и кубик q ng это кубик с координата которого значит сторона у него два в минус энтой ну и координата ну то есть такая же сеточка только в 2 венте раз точнее под сеточка ну и вот произведение двух таких кубов очень короче перевозится вот такой интеграл сумма по всем таким n идет ну а что же такое ну осталось надо смотреть у нас модули f от x модуль f от y то есть если мы здесь получим по x и y мы просуммируем по n ограниченную функцию то у нас будет как раз норма f в один в квадрате вот значит надо доказать что вот такая функциональная функциональный такой ряд равномерно ограничен характеристическая функция шарика ну грубо гарри радиус 2 минус сентра да вот но вот я графики нарисовал для в случае д равной днице и видно что в каждой точке складывается геометрическая прогрессия и все не больше но тебе видно кому-то не очень вот вообще что кого видно это дело александр решим давайте 3 минуты вторую матери мы докажем но если за 3 виду то давайте может быть 5 это функция mp от которой много проблем но которые были очень полезны что без нее неверно она просто произведение давайте что у нас есть били не ну квадратичное неравенство превратим в ленивные просто перевод поставив грубо везде модули то есть модуль занеся под свертку модули и перекинув ну например камень шеврал n по модулю сверткой сюда еще раз в общем короче вот такое неравенство начинает доказать что вот это ядро равномерно ограниченная функция но индивидуальная оценка вот такая 2 в этой модуль их значит что важно ну как оно бывает на бесконечности там более или менее ясно а вам что она в нуле да ну значит эти два венте 2 венте это все растяжение получается потому что здесь важно что альфа равну д пополам сейчас подождите можно предыдущую если вам нужно чтобы что вот эта штука ограничена да значит смотрите если он вот эти штуки камень шеврал n умножить на комплексе это какие-то ну приличные функции но как друг и друг из друга получается растяжение вот если это ядро она в нуле 0 то просто в нуле как бы еще чего чего смотрите вот эта функция здесь под суммы эта функция от параметра то они друг из друга получается перетяжка до возможно с умножениями на константу а нет и на константу там не будет умножаться поэтому если в нуле не 0 ах не 0 вы сказали если в нуле 0 нет если в нуле 0 еще не до конца поэтому доказывать если вы сказали если в нуле 0 и я зависть хорошо да по слайдам конечно неравенство доказывать такси по-моему не знаю ну может чуть-чуть понятно так хорошо вот что такое неравенство важно что справа в нуле 0 иначе получится чепуха как раз видно что эта функция это примерно то что там на картинке было нарисовано вот ну значит давайте поверим не что тут все перетягивается именно потому что предельная задача критику вот вот в такой неравенство но потом еще надо из него все вывести что сумма 0 но если мы докажем вот это то верхние тоже так значит на бесконечности это просто потому что функция камень а 0 она это это ценки удовлетворяет помните график для ядра так юр но ручь голову не знаю мне с графиком понятнее но люди разные но не смотри если не нравится никто не мешает тогда значит короче говоря к 1 это что-то приличное там ограничено поэтому на бесконечности к этому не разница нет вопросов но важно что параметры конечно такие потому что там отсюда до пополам но товар что любая степень больше значит теперь надо объяснить что это функцию в нуле а значит наша функция липшицева которые слева написано ну почему чтобы здесь написано камень шеврона 0 ограничено а модуль к 1 это функции сбыва значит тут есть надо быть осторожным что к 1 2 скачка на сфере радиуса 0 по моему и 1 и 1 2 потому что у него скачки есть у него важно что скачок на сфере и поэтому эта функция она как бы локально ли все кроме двух скачков поэтому ее производная эта мера и свертка меры с ограниченной функции это ограниченная функция поэтому функция слева липшица вот мы все и а в нуле почему ну потому что мы аккуратно резали ядро ровно так что носители у камень шеврона и к 1 это здесь очень важно вот просто из этого никак но понятно да то есть это на самом деле просто прочувствованная боль некоторые особенно с функцией п тяжело там понятно там не какие-то вот эти линеаризации не работают да но сумму осталось сложить вот значит надо сложить сумму вот такую и простите пожалуйста но это график потому что то что дальше написано шварцевский хвост в общем не шварцевский вот ну собственно этом доказательство равна двойки закончена а более общее там значит нужна теорема хитона на трех решетках ну и еще и поработать руками не но это уже действительно излишество тут это мы не будем в докладе это я просто запутаю спасибо большое за внимание хорошо так пожалуйста комментарии вопросы мне понравился я с удовольствием посмотрю там что вы доказываете как я ну графики же графики нет 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 вот ученик сергея витальевича вот но впрочем сейчас это уже не имеет значения поскольку вы уже давно так сказать сам по себе но вообще-то я скажу были были какие-то замечания ну как-то поправьте их пожалуйста ладно давай это я сказал я работаю в общем зашло был хороший ну хорошо ну хорошо дима скажите пожалуйста да вот у вас в правой части всегда норма l1 а в левой вы там можете норму чуть-чуть усиливать а можно ли наоборот норму в l1 ослабить скажем до l1 слабого в пространстве лоренца ох сейчас я боюсь что нет как только не выпуклая метрика там сразу все эти условия ломаются значит конкретно за лоренца не отвечу я знаю что в любая попытка пройти в поменьше единицы вот не но это другое все таки лора лоренца это нормальная лоренца тоже там дело в том что они не выпуклые потому что это там не принципиально нет линейных функционалов то есть вот принципиально не локально выпуклое пространство и из-за этого вот как-то это накапливается ничего не получается ответ не точный и немножко эзотерический то есть честно не скажу хорошо и так еще комментарии спасибо так саш прекращаем писать